Добрый день подписчики и зрители канала. Причины выбора подобных машин и что сделал за 7 лет эксплуатации. S-Max 2011 год, 2.0 TDCI, солнце ярко. Почему купил такую машину? Потому что семья у меня многодетная, у меня 3 мальца. Ну и как бы хотелось вместительную машину для семьи. Но при этом, чтобы так же и она не была овощем, хотелось и ездить по-человечески. Вообще изначально хотел купить 7-местную или хотя бы 6-местную. Очень сильно нравились Espace 4. Но к тому моменту, пока я до Литвы добрался, я покупал ее в Литве, все Espace уже закончились. Что-то их размели тогда к тому моменту. Под большим впечатлением я был от 807 Peugeot с их раздельными задними сиденьями. Это был основной выбор, то есть я искал машину, именно чтобы сзади был не диван, а раздельные сиденья. Чтобы ребенок мог сам регулировать так, как ему удобно. В данной машине так же. Вот это задний ряд. Вместо дивана здесь 3 отдельных сиденья. Их так же можно складывать. И раскладывать. Если сдвинуть немножко сиденья вперед, они сдвигаются вперед, то можно достаточно сильно отложить их. Вот дети у меня даже полулежа и спали так. Вот я центральное сиденье отложил на максимуме. То есть здесь достаточно неплохо можно разместиться. Все сиденья складываются в уровень, но получается здесь сантиметров 11 ступенька. Пришлось, ездили мы и в Крым, и в Казань. Пришлось вот доколхозить и сделать щит из USB на трех брусках. И теперь потом выкладываются матрасы какого-то. И вот это все нормально, дети ложатся и всю дорогу едут лежа. Либо просто когда остановимся, спят. Приехав в Вильнюс, спейсов не было. Эти Citroen и Peugeot были достаточно сильно усажены. Ну там же много этих торговых, продавцов там много. Одна площадка торговая, у нее были чистые салоны и грязные двигатели. Можно было определить по двигателю его состояние, подтеки и прочее. Но S-Max, я даже не знал, что такие машины есть. И увидел я его уже в Литве. Ну и на фоне всего остального, что продавалось, S-Max очень понравился. Цвет понравился, двигатель понравился. Я хотел именно двухлитровый двигатель дизельный, чтобы не овощем кататься, а можно было, чтобы нажать на гашетку и поехать. По машине, что у нас? Пил ее в 15-м году, в феврале 15-го года. Что получается за 7 лет, уже 7 лет эксплуатации было у меня. Обслуживание у меня, конечно, не дешевое. Первое, что у меня подшипник ступичный, ну короче, подшипник в сборе в колесе. Помню, сначала правое колесо, потом правое заднее, потом через время. То есть, ну, в течение там не то, что это весь, я не говорю, что это все разом было. Это в течение там года-двух, то есть год прошел следующий, год прошел следующий. Заказал подшипник, и не глядя установили мы его. И шпильки на ступице были М12, а гайки у меня М14. А мы его уже установили. Продавец за свой счет нам новые болты привез. Ну, как бы на этом мы и закончили. Но, так как это был, подшипник оказался все-таки не от этой машины, подшипник выходил, наверное, месяцев 12, 5 завыл. Решил я попытаться сэкономить. В Беларуси есть компания Фенокс. Фенокс, Фенокс, белорусско-немецкий концерн, производит также эти подшипники. Первый подшипник обошелся мне со шпильками на М12, 180 рублей, наверное, 80 долларов где-то, меньше. Около 70 долларов. Приобрел я подшипник Фенокс. По сравнению с первым тысячей копейки, он стоил 30 долларов, если я не ошибаюсь. Чудо не случилось, и Фенокс этот завыл мне через 9-8 месяцев, где-то так. После этого я уже не мелочился и взял фаговский подшипник. И вот с тех пор вот подшипник заменив, фаговский стоил почти 100 долларов подшипник, но зато поставил и забыл. А уже ездит, наверное, года 4, и пока что все хорошо, так что надо ставить. Во-первых, смотреть, конечно, по шпилькам, то есть вот этот нюанс в магазине не определить. Там без штангенциркуля сразу так вот глазом-то и не заметишь, что там шпильки на М12. Но надо за этим следить, надо контролировать продавца, потому что мы уже установили и все на это. Назад уже хера дашь, мы уже все, одели колесо, одеем гайку, еб твою мать, гайка туда-сюда болтается. И назад уже не дашь, упаковка скрыта, деталь использована. Подшипники, здесь подшипники, здесь дорогие, имейте в виду. Это было, когда курс был 2,4, 2,5, белорусский. Сейчас вот как бы, я не знаю, сколько они сейчас стоят, там что-то вообще цены задрали. Следующий момент, где-то через пару лет эксплуатация у меня установлена спереди. Здесь, в решетке радиатора, в данной комплектации установлены активные жалюзи. Они достаточно редкие, но как бы есть у меня они. То есть вот эти жалюзи, они сами, если двигатель холодный зимой, они вообще закрыты. И пока двигатель не прогреется, они не откроются. Ну и на ходу, то есть меняя угол обдува, они что-то там, сколько-то процентов добавляют. Мощности или динамики, ну в общем, чем сделали какую-то сложную систему. И вот эти управления у этих жалюзей, такой моторчик, я вам сейчас покажу. Проблема возникла с тем, что после зимы пришла весна. У меня начал двигатель постоянно включать, постоянно принудительный обдув, как при перегреве. При этом температура была 80 градусов на датчике. Правильно, вот весна пришла и началось. Я, наверное, года полтора так ездил, все не мог решить эту проблему. Причину я нашел достаточно быстро. Сначала, правда, делали диагностики, что-то там непонятное. А, выдавало все время ошибку по активным жалюзям. Жалюзи, они были все время открыты, они не закрывались. Ну, то есть они вообще никак не реагировали на работу, на управление двигателя, блок управления. То есть все сводилось к тому, что, возможно, наледь. Лед попал на решетке и сгорел вот этот двигатель. Этот двигатель ставит посреди решетки радиатора, по центру установлен. И вот он управляет, он трехфазный двигатель, управляет этими решетками, открывая-закрывая. У него там вообще не только открывая-закрывая, там, по-моему, вообще там что-то 25 положений у него. Ну, сгорел и сгорел, так я и ездил. Целое лето со включенным вентилятором. Только 80 градусов он сразу включается. Раздражало меня это сильно. В итоге решил я это как-то с этим начать работать. Снял двигатель. Он, вообще-то, он сделан нескрываемый. Ну, вот аккуратненько по кругу я срезал, крыл его. И вот внутрянка его на... То есть плата управления и шестерни. Отвозил я его электрику. Ну, электрик сказал, что посмотреться ничего не может. Схемы у него нету. Он сказал, что это этот самый моторчик трехфазный. Ну, в общем, надо менять. Ну, сказано, сделано, меня так менять. Полез в интернет смотреть, что... Вот так, если кому-то номерок надо будет, мало ли у кого-то будет подобного типа проблемы. Ну, имейте вот номер. Зашел в автозапчастях, запросили 150 долларов за этот моторчик. По итогу с Минска разборки, связавшись с продавцом, купил я его за 50 долларов. Ну, я же был уверен, что это в нем проблема. Установил новый моторчик и никакого толку. Думаю, может быть, бэушный все-таки оказался неисправный. Но потом в какой-то... Как-то получилось, я уже не помню. Коснулся я проводки. И оказалось, что просто всего-навсего вода попала под изоляцию. И медная проводка просто в труху сгнила. И все. Причина оказалась не в моторчике, а причина оказалась в сгнившей проводке. Нарастив проводку, заизолировал все. Подключил я жалюзи и, ой, чудо, все заработало. Через почти два года активные жалюзи стали работать. И, наконец-таки, у меня перестал при 80 градусах включать принудительный обдув двигателя. Радиатра. Про расходники я не буду говорить. Обычные расходники, наконечники. Рулевые наконечники менял один раз за 7 лет. Три раза, наверное, менял я тяги стабилизаторов Z-образные. Что-то спереди менял, наверное, раза три, сзади один раз. Или как-то так. Асметал турецкая. То есть, по большому счету, за 3 года, ой, за 7 лет, не огромное вложение. Много потянули двигатель, подшипники потянули. Ну, и вот глупая покупка этого, не разобравшись до конца в ситуации, покупка моторчика. Совсем недавно, наверное, с полгода назад, пришло все-таки время, начало что-то постукивать, поляпывать. В общем, полез там знакомый автомеханик. Предложил заменить все сайлентблоки задние. По итогу, вот, в 200 долларов, в 200-250 долларов с работой мне обошлись 14 задних сайлентблоков. То есть, все сайлентблоки фирмы нормальных. Ну, заменил все 14, вот, стало хорошо. То есть, это, получается, это уже на седьмой год эксплуатации я только тогда заменил задние сайлентблоки. Где-то с год назад была проблема. Начал чувствовать я запах дизеля в салоне. Предположил, что это лопнуло, ну, треснула хлопная труба. Облазили, все, ничего не нашли, трещины не нашли. А вот, когда останавливаешься на перекрестке, есть запах, резкий, сильный, неприятный запах. То ли выхлопа дизельного, то ли конкретно уже солярки, там даже непонятно, что было. Оказалось, под этой крышкой находятся форсунки. Встановлено 4 форсунки. Открыл я вот эту крышку, на горячую, когда на холод, до этого не было видно, а на горячую, с под форсунки, с холодца брызгала солярка. Ну, в виде облачка распыленного. В виде облачка в такт работы поршня выбрасывала топливную смесь. Произошла разгерметизация. Я уже начал переживать, посмотрел стоимость форсунок, совсем стало грустно. Сейчас они вообще, не знаю, золотые стали. Автомиканик взялся, выковыривал это кокс. Растворитель просто в колодец заливал, потом все это вычищал. Вычищал, убирал все. По итогу просто медная прокладка, она вообще казалась, может быть, там уже кто-то до этого что-то делал, как будто не заводская. И прижималась она не всей площадью, а прижималась. Там, с одной стороны, было прижатие где-то 4 миллиметра, условно, на прокладке, на медной. А с той, где начала пропускать, там, миллиметр-полтора. То есть, неполное прижатие зеркала. То есть, она какое-то время, получается, наработала, но рано или поздно от вибрации, от всего, время ничего не щадит. Прокладка просто износилась, дело стало тоньше и стало пропускать. После этого появились небольшие проблемки. Проблемки оказались в масложоре. Масложор не сильный, но если раньше на 13 тысяч я максимум, что я в масле Матюль, я отъезживал 13 тысяч, мне не было, 50 грамм даже не добавлял масла. То сейчас где-то на 10 тысяч у меня появился масложор, может быть, грамм в 200. То есть, получается, что из-за того, что топливо не до конца сгорало, кольца, поршни залегли, ну, или закоксовались. Не знаю, пройдет оно само или залейте раскоксовку туда. Ну, пока что масложор не слишком большой. Проблема устранена, то есть, ну, проехал я уже после этого полгода. А вообще, двигатель этот масло вообще не ест. По деньгам он, в принципе, не обошелся мне там ничего, ну, кроме работы автомеханика. Отделался, получается, легким испугом. Где-то года через три, наверное, у меня лопнула пружина, по-моему, сзади или спереди. Я даже не помню, то есть, эта машина не слишком бьет по карману. Ну, конечно, когда подшипники менял, дороговато было, но пружины как-то не очень дорого. По-моему, я вот даже забыл уже, что, скорее всего, я менял передние пружины и менял точно передние стойки. За 7 лет подшипники дороговато. А, кстати, насчет крышки. Насчет вот этой крышки пластиковой, что закрывает форсунки. Вверх, не твердый, а такой, как резина, гибкая. И когда брызгала солярка постоянно на нее, без топлива, она со временем разложилась. Я только лишь поэтому и заметил, откуда так вонь идет. Начал просто не вынюхивать, смотреть. Пальцом ткнула, а она и дырку пробила ней. Думал, вообще ставить эту без крышки. Она, как это называется, изолятор-форсунок как-то. Тоже насчет этого момент был. Придя заказывать эту крышку, так как старую установить было невозможно, пришлось вот заказывать все-таки новую. Для Форда, сделалось только оригинальное, для Форда при ожидании доставки 2 месяца у меня запросили 150 долларов за эту крышку. При, насколько я помню, ожидании полтора месяца 200 долларов, нет, 250, по-моему. А если при ожидании 1 месяц, то есть при уменьшении срока ожидания, 400 долларов за эту крышку у меня запросил про этот самый. Ну, то есть он смотрел по программе, то есть это не его, не он цену эту устанавливал, а так и устанавливал производитель крышек. Ну, это какая-то сумасшедшая, это еще безумные цифры озвучил. Сам подумал, говорит, так это же у тебя французский двигатель, подобного типа двигателей. На Citroёn C5 они такие же стоят, плюс-минус. Эта же крышка мне обошлась в 20 долларов, ну, только что со сроком доставки, он месяц, месяц или полтора. Проведя эту крышку по аналогам, вот она установилась, и она пришла только что, отличие от оригинальной Фордовской, что у нее верх не мягкий, а твердый. Здесь просто вот эта крышка, она полностью из твердого пластика сделана. Абсурд по ценам, конечно, вот насчет этого интересно. Фордовская, блин, за месяц 400 долларов, Citroёn C5 70 рублей оплатил, это сколько, 20 долларов. По старому курсу это около 30 долларов, 25-30 долларов. Менял подушку двигателя, один раз, там гидравлическая подушка, потекла совсем недавно, то есть где-то, тоже, наверное, где-то с месяцев 8 назад, пробежав подушка 10 лет. Но она недорогая была, она была в районе, может быть, 40 или 50 долларов. Я уже точно не помню, конечно, но где-то так. Что еще было по машине? Наверное, была проблема по рулевой рейке. В какой-то момент при движении рулем влево-вправо чувствовался, как вот такой обратный стук, то есть когда доворачиваешь, он стук, в чем было дело? В рулевой рейке там есть регулировка, я не помню, как это все правильно называть, в общем, есть регулировка зажима, прижима руль передает вращение на рулевую рейку, так правильно сказать, проворачиваясь в нем. И сверху стоит прижимной пластиковый болт, это находится уже, естественно, снизу машины. Этот болт, к нему доступ есть только, ну, это все описано в интернете, это все можно найти, если кто-то столкнулся с этим, либо у кого-то при повороте начала постукивать. Сначала мы думали с механиками, что это крестовина, но зажав пассатижами клещами саму тягу рулевую, крестовина показала, что она целая. Соответственно, все слилось к стуку в рулевой рейке. Доступ к ней осуществляется посредством, когда ты находишься поднять машину на подъемнике и, получается, под водителем ты находишься. Можно увидеть, там будет, если я не ошибаюсь, зеленого цвета болт, а сверху на него наклеен пластиковый фиксатор красного типа, колечко такое с двумя по бокам выступами, которые в пазы вставляются. Сняв этот фиксатор, мы чуть-чуть поджали с механиком, я по стуке рулем крутил, а он поджимал и слушал. Поджав этот регулировочный винт пластиковый, мы добились того, что стуки исчезли. Фиксатор я оставил у себя и ездил после этого, потому что в интернете было описано, что ставить его на место не обязательно. Через полгода стуки начали опять происходить. Говорю, механикам, может быть, болт расслабляется? Да нет, не может быть. Ну ладно, заехали, опять поджали, проездил еще, наверное, 6-7 месяцев, опять появились стуки. Еще раз поджали, причем довольно сильно поджимал, полностью, чтобы стуки исчезли. Все-таки мы установили этот пластиковый фиксатор на суперклей назад, и вот уже 2 года, как минимум 2, может быть, 2,5, стуков нет. Все-таки надо фиксатор устанавливать на место, потому что от вибрации, от того, от всего он постепенно начинает, так как фиксации на нем нет, он начинает постепенно болт этот откручиваться пластиковый. Он, по-моему, у него четырегранная, гранная головка. Постепенно он начинает откручиваться, и это все надо фиксировать. Как ни крути, фиксировать надо. Был у меня нюанс, здесь реализован в машине без ключевой доступ. Заменить батарейку целая проблема, вот в этом ключе. Реальная проблема, у кого подобного типа есть ключи, или такой конкретно ключ. Ну, беда, то есть, блин, подсунуть нож, как-то отковырять, чтобы батарейку достать, беда. И вторая проблема, это вот установленный внутри ключ. Крайне неудобно. Ключ не выкидушка, просто вынимается. Возможно, может, и вот так надо делать, не знаю, ну, из-за боязни сломать брелок, вставляешь его в замочную скважину, то есть, провернуть очень прям пальцем больно. Как-то непонятно они это сделали. И какой нюанс был? Из-за того, что это дизель, дизель плохо греется. Зимой, поначалу, до того, когда я еще определился с алгоритмом, как прогревать машину, я зимой поначалу мало использовал обдув, обогрев салона. Рукавички, шапочка и поехал. Только когда уже долго едешь, тогда я включал. То есть, очень часто у меня вообще-то был выключен обдув, чтобы вот сберечь тепло для двигателя, чтобы износ двигателя был меньше. Ну, чего я этим достиг? Этим достиг я того, что у меня в панели собрался конденсат и закоротило систему бесключевого доступа. В один прекрасный момент я прихожу к машине, за ручку дерг, и хрен, машина не открывается. Вставил ключ, провернул, открыл машину, сел за руль заводить, у меня кнопка не заводится. Вот кнопочка, она постоянно заводится с кнопки, выжил сцепление, завожу с кнопки. Но, то есть, получается, когда... Система вообще очень удобная по поводу бесключевого доступа, я вообще не залажу никогда в карман. У меня лежит ключик в кармане, и здесь, получается, установлены антенны. Они отслеживают местонахождение ключа. Если даже, я вот забывал ключ, забудешь его в салоне, выходишь с машины на ручке двери, нажимаешь кнопку, чтобы закрыть шину, не закрывается. Ключ находится внутри, машина не закрывается. Очень удобно, так бы закрыл вместе с ключом. Перестала работать система бесключевого доступа. Что делать? Как машину завести? На работу надо ехать срочно. В этом инструкции это как-то я не нашел ничего нигде, ни у нюансов этих. А в итоге казалось, что даже при нерабочем бесключевом доступе есть дырка замка зажигания. Ключ как раз подходит под это отверстие крышки замка. Открываем. А внутри корзина. И эта корзина полностью повторяет пазики на этом. То есть фиксаторы корзинки повторяют пазики на брелке. И вставив, даже при неработающей системе бесключевого доступа, просто вставив туда в таком виде радиоключ, машина завелась. То есть инженеры продумали проблему с отключением бесключевого доступа в таком виде и все отлично работает. Теперь машина, даже если бесключевой доступ отключился, машина заводится. Все отлично. Когда я понял, в чем проблема, почему у меня отключилась антенна, больше я такой ерундой не занимался, теперь обдув у меня работает постоянно. Без обдув вообще не езжу. При пуске, ну как на предыдущем ролике, как прогревать машину, я это все описал. То есть сначала стоишь, алгоритм работы на холостых, ты максимально минимизируешь нагрузку на двигатель, как только ты поехал, ты включаешь обдув, включаешь подогрев стекла, если он тебе нужен. Чем дольше, чем дольше стоять на холостых оборотах, когда прогреваешь машину, без нагрузки. Правило уже просто железное стало. Чем дольше я лично стою на холостых, тем быстрее у меня прогревается машина, когда я еду. Если я дождусь расхода топлива еще меньшего, то есть мгновенный расход, который у меня отображается на привыклеченной разгруженной машине 0,8, если я дождусь до 0,7, то у меня вообще прогрев сокращается. Если так, примерно километров 5-6, то даже до 3, наверное, он сократится. Если есть время, надо стоять и тарахтеть, а не слушать того, что машина будет греться на ходу. Не надо ей на ходу греться, она изнашивается, и все, очень сильно двигатель изнашивается. Как написал один из зрителей, то есть какие нюансы по машине, ну то есть потому что машина сейчас дорогая. Ну вот такие нюансы, то есть надо правильно эксплуатировать машину, чтобы... Потому что я не представляю, сколько будет стоить ремонт двигателя, запчастей, особенно в нынешнее время, когда машины и так подняли в цене за счет коронавируса, плюс еще нынешняя ситуация. Пройдемся по кругу по машине, покажу, что как она появилась, вот получается ей уже 11 лет, как она выглядит. Так, по двигателю сказал, заменил гидравлическую подушку под крышкой форсунки, поменяли прокладку в этой форсунке, и сама крышка стала твердой. Двигатель француз, аналог ДВ-10АТЭТ, этой маркировки я уже не помню этого двигателя, вместо одного распредвала здесь стоят два. Так, аккумулятор уже менял один раз, менял после того, как приигнал с Литвы, аккумулятор через несколько месяцев умер. Ну вот с тех пор стоит уже какой-то барон, по-моему. Прожалю здесь, сказал. Так, что у нас тут, цвет в этой машине парксайф, как его определить, вот безключевой доступ кнопочка. Проблема есть такая, что прискоструются вот эти части выступающие, я уже подкрашивал этим лаком таким, что для замазки, но все равно. Есть нюансы парком, тоже подкрашивал, но как бы есть налетик. Диски родные. А, вот задний бампер. Задний бампер где-то с год назад в Витебске ехал и остановился пропускать девочку на пешеходном переходе. Ну, пешеходом. И мне придурок на Хлунде въехал. Причем так здорово ехал, я вот-вот поцарапал. Вот, благо прицепное отработало. Ну, то есть он, получается, своими лонжеронами пробил мне просто бампер. Ну, вот, опять же, это места пескоструйные. Вторая кнопочка без ключевого доступа. Вот задний щит. Хлам, который я вожу с собой. Был момент, что у меня вот это место, оно битое. Ездили мы в 16-м году в Крым. Вот, и местный пьяница усадил меня на машине, мне привыкли, выезжал. Вмял меня, разбил фару эту и вмял крыло. Вот крыло сделали. Фару запросили в Беларуси. Сто баксов запросили, по-моему, насколько я помню, на тот момент. Поехали мы через Москву. И в Москве купили эту фару заднюю за какие-то смешные 2000 рублей российских. То есть это сколько это было? Ну, что-то мало как-то совсем. 2000 по старому курсу, это сколько там получается? 20 долларов что такое? Около 20 долларов. Потом у нас красил. Электрики у этой лампочки, когда ровняли, передавили два провода. Сгорел предохранитель. Отключилась вся правая сторона. То есть не мог ни двери, ни открыть ничего. Вообще-то как-то не понял, почему это связано. Это лампочка и правая сторона. Но заменив предохранитель, в общем-то, все прошло. Был нюанс, что перестал работать. Так, вот покажу. Вот проводка, внутри провода, соответственно, проходят. И вот отверстие. Кнопочка. Нудновато, получается, на видео. Кому-то будет интересно. Сгорел предохранитель, отключилась вся правая сторона. Не двери нельзя было открыть в бесключевом режиме. Еще какие-то, я уже не помню, с правой стороны даже освещение пропало. Почему на этом проводе завязано все, ну, бог его знает. Лазили, разбирались, разбирались, нашли причину. Сгоревший предохранитель, заменили предохранитель, все заработало. Этот момент был. Потом как-то перестал, у меня, получается, снизу светодиодная подсветка, вот эти передние, дневные ходовые огни. Пропала слева подсветка. Не мог тоже понять. Смотрел, думал, наверное, сгорели светодиоды. Туда-сюда полазил. Обратил внимание, что и сзади так же не работает. Задний габарит. Оказалось, в этом задней двери, когда открываешь, в гофре находятся провода, и они просто со временем переломились. Обнаружил случайно. Просто смотрел на заднюю дверь, что-то там ковырялся, пытался туда-сюда разобраться. Смотрю, что провод когда сломался, он пробил изоляцию, и такой, когда медь сгнившая, а такой медный, как у порос, какого-то зеленоватого цвета, снял эту гофру, оказывается, три провода. Уже два надломились. Ну, короче, там вся связка проводов начала повреждаться. Может, он друг друга начал повреждать. В общем, там заменил я на пять проводов внутри. Четыре по полтора квадрата сечением. И один, два с половиной квадрата. Это силовой провод на... А, да, еще отключил. Перестало мне размораживать заднее стекло. Отогрев перестал работать. Тогда уже все к этому начало сводиться, одно за одно цепляться. Оказалось, что просто всего-навсего восстановил я эту проводку. Восстанавливал сам, к электрикам не обращался, позвонил. Когда мой электрик, говорю, мне вот надо заменить, протянуть пять проводов, ну и, соответственно, запаять. Пять проводов, десять парик. Запросил он у меня на что-то там по старым деньгам, ну или... Ну, что-то, какие-то сумасшедшие цифры запросил. Что-то в районе, блин, наверное, сорока долларов что-то вот за десять парик. Ну, очень дорого. Ну, наверное, с проводкой. Заехал я, купил провода, сам три часа отдал, два часа соединял, обезжиривал, запаял, заизолировал. Помучался сам, ну и заменил. Зато деньги на кармане. Затраты там составили, там, десять рублей каких-нибудь. Тормозные диски в прошлом году. Заменил тормозные колодки. Сорвало колодку накладную. Купил колодки, поставил, начало бить очень сильно руль. Прям вибрация пошла. Шел отдать диски на проточку, замерили толщину диска. Она с завода, если не ошибаюсь, должна быть 2,8. Там на торце диска написано. 2,8 допускается износ до... То есть, не 2,8, а 28. Максимальный износ 26. У меня уже по передним дискам было 24 миллиметра. По задним, по-моему, я, может, ошибаюсь, по-моему, 14. Максимальный износ 12. У меня, наверное, было 11, может быть, такое. Ну, короче, я решил не рисковать на безопасности. Заменил все 4 диска. Поставил ТРВшные, ТРВшные колодки. Ну, обошлось это где-то в районе 500 долларов. ТРВшные колодки, диски и замена их в районе 500 долларов. Вот это вложение, которое я сделал на 10-й срок, на 10-й год жизни автомобиля. Также, опять же, год назад связано с это с вибрацией. Не связано, не знаю, как так получилось. Начало само, самопроизвольно трескаться стекло. Позвонил я, поинтересовавшись. Говорят, что это из-за теплового обогрева у меня стекло лобовое с подогревом. Сейчас я покажу. Не было ни ударов, ни сколов, ничего. Просто само, самопроизвольно начала вот эта первая трещина. И пошли сначала с этой стороны. Как видите, ударов ничего нет. А потом, через время уже и с этой стороны. Самопроизвольно лопается стекло. Изнутри сейчас покажу, это лучше будет изнутри видно. Вот, изнутри это будет виднее. Вот, стекло самопроизвольно начало трескаться. Вначале там, когда появилась первая трещина, я сразу подъехал к стекольщикам. Мы засверлили там. Ну и толку этого не было, потому что сюда пошли другие трещины. Кто-то сказал, один из стекольщиков сказал, что это из-за теплового обогрева на лобовом стекле. Сеточка эта, но она очень удобная, конечно. Кто-то сказал, что, возможно, высох герметик. Стекло начало сильно опираться, там, по стойкам есть шесть, как он сказал, шесть точек. И со временем, получается, герметик усыхает, стекло начинает опираться на эти точки, а стекление большое дает трещину. Хотел поставить европейское, Пилкинтон. Там оно есть зеленое, есть синее, синее с этим с ИР. Значки стоят, это значит, оно антибликовое, а термальное, термальное стекло. Ну, там что-то вообще сумасшедшее сейчас. Я не знаю, сколько сейчас. А, и просто и в продаже. Как корона, коронавирус пришел, у нас исчезло это стекло с продажей. Ну, в общем, заказал китайское, с подогревом зеленое. Ну, посмотрим, как будет. Здесь датчик дождя, как он будет реагировать на это стекло, даже не знаю. Ну, вообще, говорят, что это проблема у С-Максов. То есть у С-Максов, то ли из-за площади остекления, то ли из-за подогрева, бывает такое, что стекло самопроизвольно трескается. Также после аварии, вот когда на пешеходном переходе остановился, вот Хонда влетела в жопу, Хонду морду размолотила здорово. Полез смотреть я на яму, есть ли внутренние скрытые повреждения. Ну, надо отдать должное, прицепное сделано на совесть. То есть там профильная труба, десятка, 10 сантиметров, наверное, больше даже, может, 15, идет поперечная, толщиной не меньше 10 миллиметров. И она установлена, она заходит, получается, крепление ее, тоже металл десятка, заходит в лонжероны и заходит чуть ли не на полметра. То есть к лонжерону прикручивается крепление, то есть распределение ударной, ну, вообще, распределение нагрузки при приседении прицепа. Очень надежно все еще сделано. Хонду размолотил, у меня только бампер пробит. Заплатили мне копейки, Белгострах, там заплатил, наверное, что-то 100 долларов заплатили мне за аварию. Мне-то этих денег только на покраску задней двери хватит, на нормальную покраску, а не тяп-ляп. Замена бампера. Посмотрел я бэушные бампера, так они хуже, чем мой. Феном подровнял, надо, просто руки не дошли, феном, пластик там неплохой. Если феном строительным нагревать, то можно его запаять. Здесь топливная система Делфи. В свое время это топливная система, по-моему, на Эспейс, не Эспейсах, а этих, на сцениках, сцениках. На каком-то из ценников Делфи стояла там крайне капризная система, там проворачивала вкладыши, там, в общем, целая беда. То есть, леструшка шла, замена форсунок. Ну, Делфи, короче, мне тут товарищ один 2,5 тысячи долларов за ремонт отдал машины. Ну, в данном случае Делфи прекрасно себя ведет. С завода по паспорту она идет 115 лошадей. Машины выпускались с двумя типами прошивок. Они ничем друг от друга не отличаются, только одна шла 115 и 163 лошади. В 16-м году мне все равно напрягало, что, вот, короче, я ездил 16 клапанов, а машина какая-то такая вялая. Поначалу ездить было не сильно приятно. Я пересел на нее с 406-го пыжика, там такой же двигатель, только 8-клапанник. Одно и то же, что там, что там. Как-то, ну, хотелось какого-то развития. Ну, начал я мониторить эту проблему. Узнал, что, оказывается, 2 типа прошивок есть. Проблем с заменой нет. То есть, это не чип-тюнинг, где еще можно выше поднять, а это разработанная с заводом Ford программное обеспечение замена. Обратился я в Минске на Ford Боровая, по-моему, там. Боровая 5, что такое, я-то не помню. За 80 долларов фордовскую родную прошивку от машины 163 лошадки. Ну, плюс там еще какое-то перепрограммирование было. То есть, заменили одну штатную на вторую штатную прошивку. Ну, машина, конечно, ожила. Ожила, ну, не то слово. Наконец-таки 16 клапанов заработали, 2 распредвала. Машина задышала, полетела. Ездили мы после этого в Крым. Я просто в восторге был от этой машины теперь уже. И до сих пор остаюсь. Значит, что еще по ней сделал. Это в этой машине реализован прожиг фаб-фильтра с помощью дистоплива. То есть, не Йолес, а дистоплива. Стояла форсунка, которая увеличивала температуру сжигания. Датчик определял перепад давления. Ну, в общем, у меня машина прожигалась каждые 250 километров примерно. Такая система неудачная, неудобная. То есть, получается, что ты едешь, она начинает прожигаться. То есть, повышается расход, машина становится ватной. Если ты приезжаешь, она может быть, вот ты дорогу всю ехал, нормально. Приезжаешь домой, включается прожиг. А прожиг нужно обязательно, желательно довести до конца. То есть, ты приезжаешь, она начинает, она стоит, у нее расход там 2,5 литра, она себя прожигает. То есть, она раскаляет этот фаб-фильтр. Если отключишь, вот была проблема зимой, проворонишь, что она у тебя прожиг включила, заглушишь. Заводишь, через еще холодный двигатель, она начинает где-то фаб-фильтр прожигать. Какая-то дурь какая-то вообще. В общем, решил я отказаться от этого дела, помониторил рынок, то, что предлагает. Кодировщиков-то навалом, и там, и там, все с коленок все работают. Ну, поехал я в Минск, в ателье какое-то, где машины чипуют. Говорю, ну, чиповка мне не нужна, мне нужно только заглушить. Заглушил я ЕГР, а, уже начал я ошибку выдавать полям до зонта. То есть, машина Евро-5. Заглушил я ЕГР, удалил фаб-фильтр и 2 катализатора. В этой машине было 2 катализатора. Плюс, все лошади вернулись с тойла. Были потери мощности по выхлопу, то сейчас никаких проблем нет. То есть, она, больше лошадей она, конечно, не добавила, но зато старые вернулись с тойла. Машина стала резее реагировать на педаль газа, и все прекрасно. Исчезли все эти прожиги, полностью исчезли. Ну, и уже прошло после этого 4 года. 4 года я езжу на прошитой машине без фаб-фильтра. Прекрасно машина себя чувствует, вообще замечательно. Минус прошивки, минус есть. Это появился запах автобуса, сгоревшего дистоплива. Это вот было... Да, запашок теперь, конечно, присутствует. Но машина, ну, оно того стоило. Оно того стоило, машина дышит, машина работает, прекрасно себя чувствует. За 4 года никаких проблем не произошло. Ни с программным обеспечением, ни вообще ни с чем. Машина весит больше 2 тонн, по максимальной массе 2,505. Машина 2 тонны 100 весит. И для 2 тонн 100 2-литровый двигатель прекрасно подходит, 163 лошадки. Я езжу достаточно агрессивно. Ну, без риска, конечно, никого не подставляя, никого не подрезая. И безопасно. Ну, просто люблю, ну, езжу достаточно быстро и резко. Мне очень нравится. Вот 7 лет. У меня до этого был 406-й пыжик, 110 лошадей. Так себе. Ну, ездила и ездила. Ну, быстро я устала. На 5-й год она мне уже никакого удовольствия не приносила. На S-MAX езжу 7 лет. Как будто новая машина. Крайне положительное впечатление. Если не собирать поломки, а ремонтировать все вовремя, то нормально. Машина шикарная, двигатель шикарный. Вместимая, большая. 5 человек без вопросов. Плюс сам не спал, пол выровнял. Ложились там, спали. И как бы нормально. Да мы в пятером спали. То есть я с детьми ехал. Все разлаживается, все удобно. О машине. Крайне положительные отзывы оставляю. Машина очень нравится. Хотя вот все люди спрашивали почему-то про двигатель. Что у них там какой-то проблемный двигатель. Я, честно сказать, не знаю, что там за двигатель проблемный. Но у меня стоит французский двигатель 2.0 ЖДИ. Что на 406-м, что здесь. Что там не было проблем никаких с ним. Что здесь. Меняйте масло. Не лейте с колхоза, с солярку, с трактора. Заправляйтесь на заправках. Я заправляюсь в основном на Лукуэле. Здесь топливо ЭКТА зимой. Летом, ну летом могу там и на Белой нефтехиме. Так что машина мне очень нравится. Несмотря на то, что прошло 7 лет, и казалось бы, можно было поменять там. Постараться хоть как-то-то по льготной растаможке что дали. Ну, когда я покупал, льготной растаможки не было. Да потом уже годы через два ее только ввели. Нет, менять мне ее не на что. Тем более сейчас цены опять залетели. И стройка дома на носу. Какие тут замены. Вся машина меня полностью устраивает. Главное обслуживать ее. Все вовремя делать. Масло стараюсь менять через 10 тысяч. Жидкости по паспорту. То есть там антифриз через 5 лет. Тормозную через год-два. Все, что я назвала, все эти вложения, казалось бы, их бы да, очень много. Но они за 7 лет. То есть это не так много. Любая машина ломается. Любую машину требует, надо обслуживать. Тем более, когда ты покупаешь машину бэушную. Сейчас замена стекла лобового. А, еще после ДТП кнопка перестала работать задняя. Нарушилась герметизация, попала сырость вовнутрь. Кнопка стала твердой. Невозможно было открыть багажник. Потом пришла оттепель. Кнопка отогрелась, замкнула контакты. И у меня на ходу, ну, не открывался, а срабатывало концевик. Замок открывался. И машина сигнализировала о том, что у меня открыт багажник. По-моему, за 5-7 долларов с Минска с доставкой привезли бэушную кнопку. Крайне экономичный двигатель при скорости 100 км в час. Средний расход составляет на 200 км. Вот я проезжал. Средний расход 4,5 литра на круизе контроля. 4,5-4,4 литра зимой, в зимних условиях. Самая экономичная скорость. Там же у меня механическая коробка передача МММ-Т6. Пятая передача, честно говоря, ни о чем. Диапазон очень маленький. От 70 до 80 км в час она используется. Но если дорога плохая, или либо не торопишься, выставляя на круизе 73 км в час, расход меньше 4 литров. При всей мощности приемистости двигателя, то есть подхватывает на ура, прекрасный расход дистоплива. После перепрошивки, когда закинули, когда заводскую прошивку, 163 лошади, расход упал почти на литр. То есть если в средний был расход у меня по городу 6,5-7 литров, то сейчас летом. То сейчас летом у меня бортовой компьютер показывает 5,5-5,6. Если в овощном режиме ездить, то расход, я думаю, по городу до 5 литров может упасть. Ну не до 5, но 5,3 там может каких-то выдаст. До 5,5. После удаления фаб-фильтра расход в принципе не упал. Он может упал там на одну десятку, ну на две. Ну как бы я не заметил. Но машина просто стала резче реагировать на педаль газа. Если сравнивать с французом, с 406-м Peugeot, который у меня был в универсале, это небо и земля, это машина, конечно. Ну блин, даже рядом и стояла, она далеко впереди находится. 406-й пыжик тоже устраивал, но он, блин, такой нежный. У него подвеска, по каждые полгода надо что-то делать. Тяги, наконечники, блин, все, блин, там настолько нежненькое, все такое хлипенькое, как девочка какая-то, нетренированная. Постоянные-постоянные вложения, постоянно в гараж-сервис подъезжаешь, там на замену того-того-того. Ну крайне такая хлипенькая машинка была, вот именно 406-й Peugeot. По сравнению с Ford, небо и земля, Ford, это такой, это уже серьезная машина. Да, вот то самое, что мне не понравилось, это, конечно, очень дорогие подшипники. Последние замены, точнее, с первой замены, там, где я фенок ставил, уже прошло года 4-5, 4-4, около 4-х лет прошло, не 5. Но до сих пор же езжу нормально. За довершение скажу, когда купил машину, денег вообще было в долги в лес, сейчас вообще в страшной, там, чуть-чуть пережили период тяжелый этот. Надо было на чем-то ездить, зимняя резина в комплекте нормальная пришла. Купил туда резину ванли тайскую. Блин, такое говно. За первый год она износилась так, она имеет неравномерный износ. Здесь размеры колес R17, 225 на 50. Купил ванли, поставил, самую, что нашел там, дешевая, как это было, 4 колеса. Так она износилась неравномерно, то есть волнообразно. И получилось, как вроде бы по свальту только ездил через время, как на этой самой, как на, как в рифленке ездишь. На большой скорости вибрация по машине шла, потом за копейки продал ее, отдал с человеку и все. Ну, короче, ванли вообще отвратительная резина. После этого купил белку, белшину. Artmotion, десятки не было, 225 на 45. Резина нормальная, мне понравилась, хорошая резина. Особенно гарантия мне ее понравилась. Гарантия очень шикарная. То есть, получается, на весной я ее поставил, сезон ездил до осени. Снимаю колеса, смотрю, такие круговые трещины идут по боковой части, особенно больше с внутренней стороны почему-то. Отдаю ее на рекламацию, мне ее рассматривают, два месяца проходят, привозят новые, четыре колеса. И, в общем, таким макаром я, наверное, ну, чтобы не соврать, три сезона летних отъездил. Гарантия у них там год, по-моему. К сожалению, я бы и так и так ездил, мне как бы нравилось, мне все устраивалось, все время на новой резине. Потом они, заразы, белшина, сняли с производства. 225 на 45 была снята с производства. И мне, там, с учетом какого-то износа, там, даже не полностью, ну, короче, вернули мне деньги. Честно сказать, не был я рад этим деньгам, потому что мне устраивало, что я каждый сезон на новой резине ездил. И хранить ее не надо было, потом просто ее сдаешь, и через время новые получаешь. За прошлое лето купил новые, получается, когда уже белшина откатала, пил кармаран. Летняя резина, она сепская, по-моему. Не советую, вот этот кармаран не советую вообще. За сезон стерлась вся. Не знаю, что это, с чего она там сделана, блин. Уже наши на монтаже снимали, сказали, на второй сезон ее не хватит. Ну, деваться некуда, буду потихоньку ездить. Да, уже в ноль съезжать. Ну, вот уже, в начале еще можно поездить, до конца сезона вы не доездите. Если есть вопросы по машине, задавайте, постараюсь на все ответить. А, в довершении, по скрипту. Впереди стоит радиатор, радиатор кондиционера. Выскочила клипса с проводом, такая клипса пластиковая. И потихонечку, потихонечку, такая сволочь, я бы в жизни не мог догадаться, радиатор алюминиевый. И она мне, в данном заразе, перетерла трубку. И у меня за прошлую зиму кондиционер, пришла весна, жарко и жарко, думаю, что за ерунда. Подъехал заправить, думал, давление может прошло. Радиатор 250 рублей, что-то там, то есть 100 долларов, по тем деньгам, и плюс еще работа. По итогу за меня за 30 долларов запаяли и заправили. А, не, вру, больше. За 50 долларов запаяли и заправили. За все где-то 50 долларов я отдал. С заправкой и с опрессовкой. Также насчет кондиционера, как оказалось, что нельзя выключать кондиционер вообще. Если кто не знал, то знаете, что оказывается, в кондиционере вместе с фреоном, это агрессивная жидкость, присутствует масло. Это масло также защищает алюминиевые трубки кондиционера. И когда мы на зиму отключаем кондиционер, якобы за ненадобностью, соответственно, компрессор не работает, и масло начинает стекать. А фреон агрессивный и начинает разъедать трубки. Так что вот имейте в виду, что кондиционер должен быть постоянно включен. Просто зимой он автоматически не включается, оценивая внешнюю температуру. Но при пуске он, как бы, получается, там прогнал и выключился. Кроме ли у меня так. Поэтому не выключайте на зиму кондиционер. У меня кондиционер на автоматическом режиме постоянно включен. Пока на улице холодно, и он не работает. Когда становится жарко, он автоматически уже дает. Регулирует температуру. Всем мира и добра.